Всем привет! Меня зовут Владимир и вы на канале Китайфон. В руках у меня телефон Realme 9 и это съемка на фронтальную камеру. Видеосъемка с максимальным завершением 1080 и частотой FPS 30. Что хочется сказать сразу. В Realme 9 Pro столкнулся с этим и здесь та же самая история. Вот этот человек, который нагло ворует у одной яблочной компании фишки. Причем фишки не планов интерфейса, не хорошую видеосъемку. Не знаю, какие-то там красоты-красоты яблочной продукции. А ворует чистую херню. То есть это вот включение, точнее выключение. Включить это можно одной кнопкой. Выключить надо две кнопки. Зажать кнопкость громкости вверх и питание одновременно. Подержать все это дело и телефон выключится. Так вот, чувак, ты явно в теории, как бы батя не думал, что вытерев членом шторку. Ты и родися. Но нет, походу дело, сука, у тебя мухи выходили. И вот это вот говно придумывает вот эту вот распальцовку конченую. Я, конечно, понимаю, что не так часто нам надо перезагрузить там телефон или выключить его. Но, опять-таки, человеку, не сильно сведущему о разных форумах и прочей херни, как понять, как телефон-то включать-то, ёпта. Если тебе надо его выключить. Короче, вот такие вот дела. Ну, а что дальше там почем? Смотрите в обзоре. Как ты уже, надеюсь, понял, сегодня у нас обзор на Realme 9. Очередной смартфон от компании Realme. Итак, давайте смотреть, что у нас в коробке. Здесь у нас чехол, кабель Type-C, макулатура и слепка для лотка и мощная 33-х ваттная зарядка. Итак, внешний вид телефона, в принципе, традиционен для всех телефонов компании Realme. С правой стороны у нас кнопка включения, с левой стороны у нас кнопки громкости и полноценный лоток на две сим-карты и карту памяти. Сверху микрофон с шумоподавления, снизу разъем 3,5 мм для наушников, разговорный микрофон, разъем Type-C и перфорация для динамика. Телефон полностью пластиковый, задняя часть из матированного пластика, но, опять же, он, несмотря на то, что он матовый, но с отпечатки пальцев он собирает достаточно неплохо. Здесь у нас две камеры. Основная на 108 мегапикселей, широкоугольная и макрокамера, ну, которая, опять-таки, я не широкоуголка, не макрокамеру, не считая особым каким-то тут довеском по причине того, что больше это маркетинг, нежели какая-то польза. Экран у нас AMOLED, сканер отпечатка пальцев встроен в экран, работает все это дело достаточно шустро и безукоризненно. Экран у нас AMOLED с разрешением Full HD+, 2400 на 1080, с плотностью 5409 ppi. Частота кадров 90 Гц и поддерживается у нас HDR10 и гибрид лог гамма. В настройках можно включить частоту автовыбор, высокую или стандартную. При автовыборе у вас будет частота адаптироваться в зависимости от того, что происходит сейчас на экране телефона. То есть, если приложение поддерживает 90 Гц, оно будет работать на 90 Гц. Если же нет, то, значит, на 60 Гц в режиме простоя будет работать в районе 30 Гц. Высокая, где мы залочиваем частоту обновления на 90 Гц. Но, опять же, это будет штука работать только с теми приложениями, где, соответственно, 90 Гц прописан разработчиком. И стандартная частота обновления 60 Гц. Цветовой режим экрана можно выбирать. Цветовую температуру, соответственно, можно подправить под холодный, теплый, кому как нравится. В принципе, экран достаточно неплохой, мне понравился. На ярком солнечном свете достаточно читаем. Пользоваться, в принципе, телефоном комфортно. По операционной системе. Работает все это дело на Android версии 12 с Realme UI 3.0. К сожалению, первое обновление, которое прилетело, большое, крупное, на 2,5 ГБ, оно скачалось. Но не смогло установиться по причине того, что оно не соответствовало региону телефона. После этого, через несколько дней, прилетело небольшое обновление, которое исправило эту ошибку. Но, к сожалению, крупное обновление больше не прилетало. Что у нас здесь из косяков в этой прошивке? Во-первых, очень плохо телефон работает с приложением Telegram. То есть, при скроллинге, постоянные пролаги, при просмотре видео тоже телефон подлагивает. Ну, глюки интерфейса просто лютейшие. Смотрите. Видите, какая плавность анимации? Вот ее у Apple взять они не догадались. Они догадались выключение с двух кнопок взять. Ох! Инвалид там делал, что ли, я не знаю, без руки. Что еще? Что с головой, может, проблемы у него? Ну, такие дела, короче. С этим надо что-то делать. Пользоваться телегой некомфортно. Но это только Telegram. ВКонтакте и прочими соцсетями, в принципе, достаточно все неплохо. Также это было замечено в приложении браузера Chrome. И, ну, вот эта вот часть. Видите, она немножко подлагивает. Но, опять-таки, это пресловутая Google Lenta. Она подлагивает на очень многих телефонах. Если смотреть нормальные приложения, типа Market, все работает прекрасно и работает только скорость работы, обусловлено скоростью работы вашего интернета, насколько быстро все это дело подгружаться будет. Далее. Из интересного и обязательного, не знаю, почему это было не сделано. То есть, так как экран у нас AMOLED, и поэтому у нас на низких настройках яркости он достаточно сильно полосит. Во всех мобильных телефонах компании Realme, в лаборатории Realme, здесь есть DC Dimming. Ну, у большинства телефонов, скажем так. Здесь в лаборатории Realme у нас только двойной режим аудио или капсула сна. Также есть измерение пульса, и все это дело работает посредством сканера отпечатка пальцев. В принципе, вещь полезная. Ну, сделали, сделали, молодцы. Но здесь нет DC Dimming. Для того, чтобы DC Dimming в телефоне заработал, а он здесь есть, мы идем в настройки об устройстве, версия, номер сборки, и тапая там, по-моему, 6 раз, вы становитесь разработчиком. Далее. Мы идем в системные настройки, переключаемся вниз, и заходим в режим для разработчика. Здесь в режиме для разработчика пролистываем. Где-то в середине будет у нас вкладка DC Dimming. Заходим, пожалуйста. Вот DC Dimming. Соответственно, если мы уберем яркость, видите, как полосить телефон, ну, достаточно сключенной функцией, это практически незаметно. Выключаем, и все это дело будет влиять у вас на глаза. Поэтому не забудьте это сделать в обязательном порядке. Это все несложно. Посмотрев обзор, в принципе, тут достаточно все я разъяснил. Все. В принципе, больше в режиме для разработчика вам делать нечего. Ключать его тоже не стоит. За производительность в нашем телефоне отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 680, восьмиядерный, на 6 нанометрах. Четыре высокопроизводительных ядра Cortex-A53 и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A73. За графическую часть отвечает графический процессор Adreno 610. В моем случае 8 гигов оперативки. Доступна также версия с 6 гигами оперативки. Тип LPDDR4X на 2133 МГц. 128 гигов встроенной памяти. Больше я не встречал в версии. Скорее всего, ее просто нет. Все скорости работы памяти перед вами. По производительности что могу сказать? Это среднепроизводительный процессор. Я не скажу, что это какой-то там шикарный игровой проц. Нет. Готовьтесь к тому, что во все современные игры вы будете играть на средне-низких в настройках графики. Поэтому соответственно не скажу, что поиграть вообще невозможно. Но прям в кайф побегать не получится. Все равно где-то есть небольшие пролаги. Но в принципе играть достаточно комфортно. Для игры у нас есть свое приложение. Здесь соответственно вы можете поиграть в игрушки, которые вы здесь скачаете и установите. Все это дело вы видите перед своими глазами, как телефон спокойно отрабатывает как в Diablo, так и в новинке под названием Apex Legend. Далее по троттлингу. Троттлинг тест на 100 потоков в течение часа, только в конце часа начал процессор немножко перегреваться и соответственно начал уходить красную зону и сбросил чистоту. Ну в принципе это нормальная история для среднебюджетных процессоров. Соответственно заморачиваться с какими-то испарительными камерами и прочими вещами здесь особо не стали в связи с тем, что телефон не стоит бешеных денег. Ну как бешеных, хотя бы нормальных денег, поэтому это все-таки среднебюджетник, поэтому какие-то просадки, да, пригрев в достаточно продолжительном времени вы будете испытывать. Далее по звуку он здесь у нас монофонический, но достаточно неплохого качества. Сейчас попробую вам это все дело показать. в принципе звук достаточно сносный. Хотелось бы стерию, как говорится, чего нет, того нет. Далее по камерам. Основная камера у нас здесь от компании Samsung X5K-HM6. Это у нас 108-мегапиксельный сенсор. Дополнительно с ним работает широкоугольный сенсор OmniVision 08D10 и макролинза GC-02M1. Ну, не знаю, макросъемка это все, чушь полная на этих телефонах, поэтому это больше маркетинговый ход, нежели какие-то качественные фотографии. Широкоуголка, как обычно, мылит по краям, вечером лучше вообще не использовать. Ну, 108-мегапиксельный сенсор достаточно неплохо отрабатывает при дневном свете. Картинка получается очень неплохая. Что касаемо вечерней съемки, ожидаемо, ребята, вечером чего-то сверхшикарного от аппарата не получилось дождаться, поэтому старайтесь избегать вечерней фотографии, но опять же, ребят, будем откровенны и честны, так ли вы часто используете телефон для того, чтобы это все дело наснимать и что-то куда-то распечатать, в каком-то мега-качестве куда-то выложить. Обычно это соцсети, которые жмут картинку просто до неузнаваемости. За цепь у нас отвечает 16-мегапиксельная камера Sony на базе IMX 471 сенсора. тоже достаточно неплохая себя делать в принципе у нее получается. Размытие работает, размытие на основной камере работает, когда у нас объекты не сверхсложные. Как только мы пытаемся снять какие-то сложные объекты в размытие, попасть красиво и бакет сделать, то, естественно, начинается программно все это дело промахиваться. По поводу видеосъемки. Вначале я сказал, что не была у стабилизатора, но с обновлением прилетел сюда электронный стабилизатор и теперь на передней камере и на основной и на передней у нас есть электронная стабилизация. В принципе, пример перед вами. А это пример видео на основную камеру. Телефон RIM-E9. Максимальное завершение записи 1080 при 30 FPS. Стабилизатор тоже отсутствует. Фокусировка в принципе работает фокусировка все нормально. Пишет в принципе достаточно неплохо. Ну и стоит он сейчас тоже не менее неплохо. За такие деньги хотелось бы конечно и стабилизатор. А вот так смартфон пишет видео уже после обновления с включенной системой электронной стабилизации. картинка достаточно плавненько идет. Стаб отрабатывает очень даже неплохо. Иду я сейчас достаточно шутрым шагом. Вот. Ну. Исправили, исправили. Молодцы. Могут же, когда захотят. Далее, по автономности. Автономность здесь мне понравилась. Пример автономности на реальном использовании перед вами. Итак, это Realme 9 8.43 100% заряда и начинаем тест на автономность. Чтоб все было по-честному об устройстве. Вот все, Realme 9. Ну что, до встречи наверное в 12. Итак, 12 часов и у нас 96% но это с учетом того, что я на телефон ну не налегал. Обычный темп пользования телефоном. Так, чисто. Терешку глянуть, позвонить без фанатизма. Вы подумайте, что тут вообще аккумулятор не садится. Исключенного что у нас тут? Что только блютус не включен. Итак, половина 6. 84% у нас здесь осталось. Но скажу откровенно, на работе за парой, поэтому особо сильно налегать на телефон у меня просто нет времени. стандартные звонки, то есть в принципе он использовался только как говорильно. Вот так, телеги немного до Ютуба на обеде, поэтому ну, вот так вот 84% как есть, так и говорю. так, первый день подошел к концу, у нас 66% в остатке, батареи, 2 часа 55 минут у нас еще новая экрана, но 66%, достаточно неплохо. На работе, как я говорил, сильно всаживать его не получалось, по причине чуть-чуть подновалил задач, ну, в плане Ютубчика, соцсетей и прочей ерунды. Ну, вот так вот смотрим, что завтра будет. Итак, время 7.14, 65%, то есть за ночь при активной симке, включенном Wi-Fi, Bluetooth и прочим местоположениями, телефон потерял 1%, что в принципе достаточно неплохо. То есть планировщик системы настроен достаточно неплохо. Но вот это вот, ребята, это не есть хорошо. Вы видите, с каким подлагиванием все это дело работает. Ну, сыровато, сыровато, ладно. Все, смотрим дальше, что-то по чем там, как продержится. Так, час дня, второй день работы и у нас 50%. Итак, второй день тестирования вот на 7 июня остается еще 17%. Все, ребята, в автоматическом режиме, то есть автояркость стоит здесь у нас по частоте обновления экрана идет у нас тоже автовыбор. Ну и что мы по итогу имеем? По итогу мы имеем 6 часов 31 минута. Как бы при диком желании можно и на третьи сутки вывести. Поменьше там ютубов, поменьше телег. Ну, то есть в основном ютуб, телега, чуть-чуть Диабло поиграл через наушники, ну и как говорили мне, то есть как бы телефон должен еще как телефон работать. Что могу сказать? В принципе по автономности в целом, в общем и целом. Спасибо Алексею Щербакову. Претензий нет никаких. То есть это одна из таких хороших сторон, большой плюс этого телефона. Ну, я думаю на этом надо заканчивать. Великом желании я думаю часов 8 экрана он вывезет. С учетом того, что у нас смотрите, у нас здесь нет вот, у нас Bluetooth включен, GPS включен, мобильная сеть 4G, ну и соответственно Wi-Fi. То есть большую часть дня он работал через 4G. Расход аккумулятора при работе телефона через мобильные сети естественно будет гораздо больше, чем через Wi-Fi. Так, ну давайте добавим, ну добил я так сказать аппарат до 2% на третий день. Ну как добил, вечером пришел, я думаю YouTube посмотрел, вот он есть. Так, ну вот 7 часов 27 минут. Соответственно это у нас что за сегодня? Ну что могу сказать? Автономность отличная. от родной зарядки на 33 ватта с использованием родного кабеля телефон заряжается порядка часа часа десяти. Вот так, с нуля до ста. Очень все шустро, то есть проблем с этим делом не будет и вообще автономность это одна из таких фишек этого телефона. Достаточно неплохо ребята потрудились над этим делом. По поводу 4G. Все работает там, где должно работать и собеседник прекрасно слышал и меня и я его. Даже и местами излишние прекрасно пришлось убирать чуть-чуть громкость собеседника во время разговора. Звонилка гугловская и соответственно это означает то, что для тех кому нужна запись без уведомления это дело не подходит, потому что гугловская звонилка обязательно уведомляет собеседника, что началась запись разговора. Если кому-то интересно аппаратное радио здесь отсутствует есть NFC соответственно после установки соответствующего программного обеспечения можно вполне себе платить телефоном на кассе и пользоваться другими преимуществами технологии NFC. Так тест GPS телефон Realme 9 подключить достаточно шустро подключается вообще просто очень шустро спутником ну в принципе вот так вот все дело работает сейчас проверим магнитный компас как он нам будет работать поворачиваемся и идем назад все в принципе все работает поворачиваемся обратно да все работает отлично так что по GPS одни положительные моменты и так на этом я буду подводить итоги нашего сегодняшнего обзора целый телефон неплохой ну плюс-минус своих денег стоит возможно да он и без недостатков и возможно хотелось бы нам подешевле но сейчас подешевле у нас не получается из хорошего что здесь у нас в принципе достаточно неплохой экран AMOLED ну я уже к AMOLED привык поэтому мне IPS как-то уже знаете не нравится привык я к этому яркому мирку хотя бы в телефоне достаточно неплохие камеры с обновлением стабилизатор запилили то ли я не замечал то ли не знаю но по-моему все-таки с обновлением прилетел неплохая автономность прям шикарно я бы сказал бы ну GPS неплохой опять же ну из недостатков в первую очередь сырое ПО очень сырое прям из него вода капает здесь Рилми решили подвинуть с пьедестала с первого места господа Xiaomi с сырым ПО на старте вот тут ПО тоже мое почтение все это я вам показал хотелось бы стереозвук здесь его нет но очень хотелось бы ну не знаю в принципе наверное на этом недостатки заканчиваются я думаю ПО поправит с обновлениями должно прилететь там чего-то там такое я не думаю что компания Рилми так же обгадится в таком вопросе как программное обеспечение MIUI 12 тоже вначале вся была кривая кса и потом поправили но сейчас тут 3.0 Рилми MIUI поправит и здесь ну что могу сказать наверное будем заканчивать со всем этим делом на сегодня обзор закончен поэтому лайки подписки здесь все понравилось мне было бы неплохо если бы еще и подписались на группу ВК и телеграм-канал как говорится стараюсь для кого стараюсь непонятно ну Азасим хотелось бы сказать всем спасибо и пока-пока